Хочу сегодня с вами поделиться очень вкусным рецептом мини-пиццы. Очень хорошо их брать в дорогу, и дети любят такие маленькие пиццы. Готовится очень легко и просто. Тесто просто универсальное. Полный рецепт теста есть на моем канале. Оставлю ссылку под видео. Добавляю стакан теплого молока, стакан теплой воды, 8 граммов дрожжей, 1 столовая ложка сахара и 1 неполная столовая ложка соли. Добавлю совсем немного растительного масла, буквально граммов 50. И добавляю муку. Мука уже у меня просеянная. На это количество жидких продуктов у меня ушло 900 граммов муки. 800-900 граммов. Смотрите сами, у каждого мука уйдет по-разному. Все хорошо перемешиваю, убираю ложку и начинаю заводить руками. Замешивать. Тесто должно получиться очень мягкое, не забито мукой. С такого теста можно приготовить любую выпечку. Хоть в духовке, хоть на сковородке. Хорошо вымешиваю тесто. Отправляю его в миску, смазанную растительным маслом. И даю подняться ему около часа. Если, конечно, в комнате тепло. Если прохладно, то подольше уйдет времени. У меня прошел час. Вот так поднялось наше тесто. Я его сейчас обовну прямо здесь, в миске. Руку смазываю растительным маслом и обминаю. Накрываю миску опять крышкой и даю постоять еще с полчасика. Потому что я мини-пиццы буду готовить в духовке. Если вы будете готовить что-то на сковороде, то после первого подъема можно сразу уже жарить пирожки или лепешки, что вы там будете готовить на сковородке. Поднялось еще раз наше тесто. Стол хорошо смазываю растительным маслом. И выкладываю сюда наше тесто. На любой пирог. На большие пиццы, на маленькие мини-пиццы, на пирожки в духовке, на лепешки, на сковородке. Хоть что можно приготовить из этого универсального теста. Тесто сейчас буду делить на небольшие кусочки. И скатывать с них шарики. Где-то по 70 граммов, наверное. 65-70 граммов получаются. Дам постоять тесту минут 15. За это время натерла сыр на крупной терке. Нарезала колбаску мелким кубиком. И помидоры вот такими слайсами. И начинаем готовить наши пиццы. Растягиваю такую вот лепешечку небольшую. Сантиметров 10. В диаметре. И укладываю их на противень. Дам совсем немножко подняться. И начинаю смазывать томатом. У меня томат в перемешку с небольшими кусочками помидоров. Можно смазывать просто томатной пастой или кетчупом. Прям хорошо, вот так обильно смазываю. Теперь на каждую пиццу добавляю колбаску. Колбасу можно брать любую, какая вам нравится. Вареная, копченая. У меня копченая. И присыпаю сверху сыром. Желательно, чтобы сыр хорошо плавился. Чтобы он закрыл всю нашу пиццу. И сверху укладываю по одной дольке помидора. Вот так я раскидала все наши мини-пиццы. У меня получилось два противня. Мы просто собираемся в дорогу. И это будет очень хорошим обедом или перекусом. Прошло 20 минут. Выпекались у меня при 200 градусов. И вот такие вот мини-пиццы у нас готовы. Нет такой проблемы, что нужно нарезать большую пиццу. Здесь каждый взял мини-пиццу и покушал. Конечно, это очень вкусно. Но я не буду нахваливать. Лучше сами приготовьте, попробуйте. И напишите в комментариях, понравилось вам или нет. Готовьте на здоровье. Всем приятного аппетита. Точное количество продуктов я напишу в описании под этим видео. Всего вам всем хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!